Озвучено и выпущено на канал при поддержке на Бусти и Патреон. Глава 20. Секреты шинигами Каноха преобразилась. На улицах стало больше людей и в связи с этим был наплыв торговцев со всевозможными товарами из разных уголков света. Селения украшали и доводили чуть ли не до блеска каждый закоулок. Все должно было быть идеально в преддверии финального тура экзамена Чунина. Многие миссии откладывали на потом, чтобы сосредоточить как можно больше шиноби в деревне ради поддержания порядка. Ведь иногда даже полиция под руководством Учиха не могла полностью обеспечить безопасность от краж и простого пьяного дебоша перед таким событием. Лист был обязан впечатлить приезжих своей защищенностью и гостеприимством. Трудно поверить, что это военный орган страны. Больше похоже на туристический городок. Нагата неспешно шагал по улицам, ловя на себя заинтересованные взгляды. Слухи распространялись очень быстро. И сейчас трудно было встретить человека, который бы не знал, кем мужчина приходится жене Хоккаге. Меньше были в курсе о происхождении Узумаки. Но эти крупицы относились только к шиноби, что смогли застать процветающую Узушуу. Когда-то о народе красноволосых ходили легенды. Теперь же они были лишь блеклыми тенями прошлой славы. Такова была судьба любого клана, сметенного распрямее скрытых селений. Мгновение, всего секунду, я пытался поставить себя на твое место. И даже этой крупицы мне не хватило, чтобы сделать выбор не в пользу залетного мальчишки. Нагата посмотрел на свою спутницу с насмешкой. «Я была молода...» Кушина не могла смотреть в глаза брату, чувствуя стыд перед ним и теми, отголосками теней за его спиной, что раньше звались Узумаки. Женщина постоянно пыталась стеребить левую мочку уха, где была серьга, инкрустированная ярким изумрудом. Но сразу же отдергивала руку, вспоминая о том, кто сделал ей этот подарок. Сердце зажимало в тиски, а все мысли из головы улетучивались. Лишь одна из них пульсировала в сознании. «Молода и счастлива», — добавила она. Нагата отвел от нее взгляд, осмотрев детскую площадку, где сейчас резвилась ребятня. Будущее листа, будущие машины, что по приказу будут убивать и подвергать огню неугодных. Будущее, которого он сам был лишен, и никакие дзюцу не могли это исправить. Он не подал виду, но зависть к сестре окутывала его душу. Любимый муж, дом, дети. У него ничего этого не было. Только лишь место, которое он по насмешке судьбы называл домом. Женщина, что видела в нем лишь замену. Десятки и сотни обездоленных, которые он считал своей семьей, своими детьми. Даже сейчас гордость не позволяла ему показывать свои терзания. Здесь он был обвинителем, и никакие мимолетные слабости не должны были сделать из него жертву обстоятельств. Кушина, наконец-то, набралась смелости и заглянула в такие родные глаза, что помнила долгие годы после своей выходки. С ним она росла, делила свои горести и радости. Была сама собой, потому что скрывать что-то было просто бессмысленно. Да, даже сейчас. Но в жизни наступают моменты, когда даже самые родные люди должны впервые услышать твой ложь. Ты никогда не умела врать, Кушина. Даже годы тебя не научили этому. Нагата впервые за все время позволила себе добродушную улыбку, чем вызвал удивление у сестры. Почему ты не хочешь отпустить Наруто? Он мое дитя, это естественно. Нахмурилась она. Ты не можешь удержать его. Или тебе легче от мысли, что он может погибнуть за страну и веру, что чуждо ему? Это его дом. Был, есть и будет. Место, где ему всегда будут рады. Ты так уверенно об этом говоришь, будто сама веришь в свои слова. Узумаки остановился, завидев впереди толпу генинов, что крутились возле входа в кафе, но не спешили заходить. Но вслед за тьмой наступает новый рассвет. Что? Что ты хочешь сказать этим? Брови женщины поползли вверх. Подумай над моими словами, Кушина. Нагата свернул на другую улицу, не желая своим видом тревожить мысли племянника, что сейчас был в кругу друзей. Ибо колесо судьбы уже начало свое движение. Все они были такими разными и непохожими, смотрели на мир с разных сторон, искали в нем свои плюсы и минусы. Но сейчас их всех объединило одно событие. Экзамен Чунина. Три команды генинов, представители разных кланов и семей, пытались весело проводить время, даже несмотря на некоторых из них. Что старались воздержаться от заражения всеобщим задорным огнем простого общения. Я категорически отказываюсь платить за этого. Сакуру вовремя кольнули локтем в бок, чтобы она не закончила свою фразу необдуманными словами. Чуджи. Да будет тебе. Лениво протянул Шикомару, съехавший на диване чуть ли не до пола. Лишь его голова торчала над столом. Неужели ты сейчас думаешь о таких вещах? Точно, Сакура. Никогда не думала, что ты такая скряга. Поддержала товарища Инна, что сидела по левую руку от Наруто и с каждой минутой мастилась все ближе, как бы невзначай. Хотя места на самом деле было маловато для десятерых. Ну любит человек поесть, никто ж не виноват, что ты мучаешь себя диетами в погоне за мнимыми идеальными формами. Да ля кое-кого. Добавила Инна. Харуна моментально изменилась в цвете лица, не зная куда деть взгляд. Некоторые тихонько захихикали, наблюдая метание девушки. А сама-то? Вдруг вскрикнула Сакура, тыча пальцем в Ямонако. Сама-то то же самое делаешь. Я поняла, что это все было временно. Еще один сантиметр был позади, и бедром Инна почувствовала тепло чужого тела. Так что теперь ты гордо можешь объявить себя победительницей в нашей гонке. И в чем была ее суть? Равнодушно спросил Неджи. Причем очень сильно, чем смутил Тентен. Она тут же нагнулась к нему и зашептала на ухо, чтобы не углубляться в такую личную тему. Хм, как же глупо. Константировал Хьюго. Саске, который до этого обреченно прятал лицо в ладонях, сейчас встрепетнулся и уставился на Хьюго, видя в нем одинокий огонек среди непроглядной тьмы, родную душу, брата по оружию и мыслям. Вот, хоть один человек меня понимает. Распрямился Учиха, гордо всматриваясь в лица товарищей. Красноглазый, ты чего жалуешься? Хината, что сидела по правую руку от народа, развернулась и пододвинулась блеска настолько, что ее горячее дыхание обожгло бледную кожу. Саске будто ударило током. Он подскочил на месте, сильно ударившись ногами о столешницу, отчего вся утварь на столе пошла ходуном. Узумаки, Акимичи и Ли, которые наедали животы, недовольно загудели, пытаясь что-то сказать с набитыми ртами. Похоже, понимали друг друга, только они сами. Если боишься девушек, то так и скажи. Не нужно обвинять нас в чем-то другом, добавил Ахината. Он вас не боится, заговорил Наруто, который закончил жевать. Его синие глаза с насмешкой смотрели на друга, что открыл рот и не знал, что сказать. Просто вы ему не нравитесь. В смысле? Оживился Рок, откинувшись на спину дивана и поглаживая выступившее брюшко. Неужели? Ахнула Тентен. Да, протянул Узумаки, улыбаясь во весь рот. Нашурчиха просто специалист другого профиля. Ты... Ты... Начал возмущенно задыхаться Саске. Даже осел на место, чувствуя, как земля уходит из-под ног. Я убью тебя, придурок! Эй, да шучу я! Наруто отпрянул в сторону, прямо на колени Кына, уходя от загребущих рук напарника. Девушка сначала охнула, а потом зарядилась. Ее руки легли на грудь парня, не давая тому подняться. А губы разрезала легкая ухмылка. А? С непониманием выпросил Наруто. Полежи, а то он тебя придушит. Закрыв глаза и мило улыбнувшись, посоветовала она, видя, как Хинато пытается усадить Учиха на место. Ибо тот уже лез к ней на голову, лишь бы достать обидчика. Компания весело смеялась, наблюдая эту сцену. И только Сакур с подозрением смотрела на лучшую подругу, которая не хотела выпускать из своих рук сына Хокаги. Что-то в ее мимике и взгляде было такое недружеское, словно она хотела загипнотизировать парня, приковать его внимание к себе любыми средствами. Но это продлилось недолго. Хинато, наконец-то успокоив Саски, повернулась к столу и замерла, увидев развернувшуюся картину. Она уже было дернулась в сторону, чтобы стереть с лица Яманако довольную улыбку. Но вовремя остановилась под пристальным взглядом серых глаз брата. Он смотрел внимательно, не моргая, не отвлекаясь на других, будто выжидал. Только просил повода поступить необдуманно, чтобы заставить действовать. И она это прекрасно понимала. Нэджи был ее телохранителем на таких вот посиделках. Он должен был держать лицо за клан и не позволять его наследнице поступать необдуманно. «Наруто, веди себя прилично!» Прошипела Хьюго, пытаясь сохранить на лице безразличия, но сжатые до бела кулачки выдавали ее с головой. «Ты сын Хокаги! Ох, боже!» Промычал Узумаки, присаживаясь на место. Могла бы не напоминать об этом. Поведение Ина. Странная хината. Наруто быстро сложил в голове получившийся пазл. Только вот если он мог понять мотивы первой, то почему раньше не замечал действий со стороны второй? Все ниточки вели к креслу его отца. Этого бы не понял только полный дурак. Узумаки покосился на Хьюго, что смотрела в точку перед собой. Она не выдавала своих эмоций, но блондин слишком хорошо знал девушку еще по прошлой жизни. Подергивающиеся кисти рук. Забавная ямочка на щеке. Если знать, куда смотреть, можно легко прочитать человека и понять, что у него на уме. Напарница злилась, причем очень сильно. И чувство того, что он стал предметом торгов, сильнее окутали Наруто. Отец вряд ли бы принял решение породниться с Ямонако. Клан был малочисленным, да и влиянием особо не обладал. Но вот Хьюго... Отношения с Учихо могли испортиться, но у него в запасе был еще один расходник. Кагами. Сжав зубы, Узумаки всего на секунду потерял контроль над чакрой. Но и этого хватило, чтобы остальные с опаской покосились на него. Эй, Наруто, ты чего? Шикамару вынырнул из-за стола. С его лица слетел сон и усталость от всего и вся. Ммм, простите. Виновата потупился парень, вставая из-за стола. Быстрый жест концентрации и с хлопком на его место плюхнулась обескураженная Сакура, которая сидела на краю стола и могла спокойно выйти. Я лучше пойду, закончил Наруто. Он даже не попрощался. Просто направился к выходу, оставляя знакомых в смятении. Лишь Нэджи ничего не выражал, все так же наблюдая за Хинатой. Одинокая луна ярко освещала поляну, которая погрузилась в дрему. Лишь тихое пение сверчков нарушало сложившуюся тишину. Земля была теплой, приятной на ощупь, согревала тело и дарила умиротворение. Идти никуда не хотелось. Мысли из хаотичного потока выстраивались в ровную линию. Это было необходимо. Это было приятно. Наруто закинул руки за голову, наслаждаясь мерно плывущими по черному небу облаками. Его глаза были полузакрытые, но спать не хотелось. Желание оттянуть наступление завтрашнего дня охватило его. Он не хотел идти на распределение. Не хотел драться на потеху толпе. Хотел ли, чтобы люди забыли про его существование хотя бы на один день? Шиннигами, я оценил твою иронию. Улыбнулся Узумаки. Уроком мне будет на будущее, что твои слова не нужно воспринимать буквально. Та встреча. Тот страх. Наруто не мог забыть, даже если бы ему стерли память. Такое сильное впечатление он испытал, что их разговор был выжжен у него в сознании. Прокручивая его не один раз за то время, что парень пребывал в этом мире, он пытался понять истинный смысл всего сказанного. Найти подвох. Понять обман. Бесплатный сыр только в мышеловке. Так учил его Джирайя. И жизнь после войны лишь подкрепляла эту фразу фактами. Ничего и никогда не бывает просто так. И свою цену он еще не оплатил в полной мере. Шиннигами умел ждать. В этом Наруто был уверен. Но также он знал, что иногда судьбу можно поторопить. Надеюсь, у тебя есть веская причина, Наруто. Сходу заговорил Иошикезу, которого призвали прямо из постели. Ящер был одет в черную шелковую пижамку. Рептилия замерла, внимательно всматриваясь в бездонные синие глаза, что сейчас при свете луны казались беспросветным омутом. Дитя перед ним было погружено в свои мысли, отчего взгляд его был пустым. И это пугало. Заставляло Иошикезу волноваться. Вы ведь знаете, правда? Неожиданно спросил Узумаки спустя пару минут. Он моргнул и заглянул в глаза ящеру. Хм, зависит от того, о чем именно ты толкуешь. Голова клана прошелся раздвоенным языком по морде. Хм, о себе. О моем прошлом. Грустно усмехнулся Наруто. Бэ! Крякнул рептилия, падая на мощный хвост. И чего это от тебя прижало именно сейчас? Это не ответ на мой вопрос. Жестко отрезал парень. Вы знаете? Заблудшая душа. Отмеченный печатью смерти. Хмыкнул Иошикезу. Сейчас он хотел закурить, как никогда. Герой войны. Избранный наследник Рикуда. Мне продолжать? Почему же вы играли роль? Без обиды спросил Узумаки. Потому что обвинять тотемное животное он не имел никакого права. Он не говорил. А ящер делал вид, что все в порядке вещей. Потому что ты правильно сказал. Это прошлое. А иногда ради себя и ради других. Нужно забыть о нем. Не теребить старые раны. Не тешить себя надеждами. Но вы же как-то узнали. Если объяснять на пальцах, то домены призывов находятся вне пространства и времени. Яшикезу сорвал травинку и принялся ее жевать. Поэтому и время протекает в них по-разному. И не нужно меня спрашивать про миры, параллельные реальности и тому подобное. Я рептилия. Я не творец мироздания. Чисто теоретически получается, что у вас может быть два контракта с одним и тем же человеком? Поинтересовался Наруто. Хороший вопрос. Оскалился ящер. Но я не обязан отвечать на него. Или я могу связаться с кем-то из прошлой жизни? Не унимался Узумаки. Не можешь. Интересно, получается, что Саски при помощи своего ренигана может открыть проход сюда? Продолжал Наруто размышлять, не обращая внимания на Иошикезу. Болван! Прошипел Иошикезу, подрываясь на лапы. Его миндалевидные глаза сузились и пылали злостью и раздражением. Впервые, как он познакомился с ребенком напротив. Ты не можешь. Нет. Тебе не позволят творить все, что вздумается. Тебе кажется это интересным или забавным? Нарушать течение времени. Знаешь, сколько доминов было уничтожено лишь за мысли об этом? Нет, не знаю. Хмуро ответил Наруто. Меня не интересуют чужие мотивы. Я отвечаю только за себя. Здесь я чужой. Всего лишь оболочка мальчишки, что глупо умер на тренировке. Так стань своим в конце концов. Умереть. Наруто очень легко. Вот вернуться обратно. Нет. Парень криво усмехнулся и упал на спину. В его синих глазах отражалась полная луна и невольно вспоминалась война. Одни погибли, другие попали в плен вечного Цукиоми. Никто больше не должен был наслаждаться мирным небом над головой, став рабами силы Мадары. Но он рвал жилы, рвался в бой, хоть и понимал, что часть него умерла вместе с теми, кто больше не мог подняться и радоваться жизни. Он изменился, узнал то, чего не должен был, смирился, принял неизбежность судьбы, чтобы вновь увидеть улыбки тех, кого давно похоронил в своем сердце. Никому не показывая своих мук, Наруто продолжал носить маску безразличия. Пытался отстраниться от всех, потому что знал, еще один раз он не сможет вынести их смерть. Эта жизнь была чужой, не принадлежала ему, но кто-то более сильный дергал за ниточки и продолжал играть спектакль. «Я не могу», — тихо прошептал Узумаки. Яшиказу видел, как заблестели его глаза, как по вискам проложили себе путь влажной дорожке. «Не хочу быть здесь, я должен был умереть там, в развалинах храма, и уйти навсегда. Мне невыносимо видеть их лица, когда в памяти до сих пор их имена высечены в камне». «Знаешь...» — прошелестел ящер, подходя ближе. «Мне неведомы замыслы тех, кто управляет всем этим, но...» Наруто, «Шанс что-то изменить выпадает крайне редко, и тебе его дали. Может быть, как раз для того, чтобы ты направил судьбу в другое русло?» «Я не знаю, но одно могу сказать с уверенностью. Ничего не происходит просто так. У всего есть причина и следствие, и причина, по которой ты оказался здесь, может быть, как раз и кроется в том, что ты должен не дать этим людям погибнуть в гарниле страшной войны, как раз в этом и есть вся ирония». Вяло ответил Узумаки, вытирая рукавом глаза. «История здесь изменилась, пошла по другой траектории, поэтому...» Ветер зашумел над головой, разгоняя спящих птиц. Глаза Иошекезу расширились, когда он услышал следующие слова, а дыхание участилось. Рептилия осела, не веря мальчишке напротив. Луна ярко освещала поляну, а теплая земля приятно согревала тело, даря умиротворение парню, что остался в одиночестве созерцать красоту спящей природы. Трибуны ревели от восторга. Финала достигли только самые достойные из всех генинов, что попытались свою удачу на экзамене. 24 человека гордо стояли на арене, представляя свои скрытые деревни и кланы, некоторые имена из которых гремели на весь мир уже долгие годы. Каждый из них знал, что должен показать все свои способности, доказать, что именно он и воспитание его селения достойны уважения остальных. «Четыре наших, и по одной из облака, тумана, песка и дождя», произнесла Кагами, внимательно наблюдая за братом. Новость о том, что он освоил Сэнзюцу, прогремела в Канохе словно молния. У многих на устах только и были разговоры об этом. Фаворитами считались выходцы великих семей. Но обойти стороной сына Хокаги никто не осмелился, и даже самые смелые прогнозы не могли предугадать результаты. «Довольно стандартная ситуация, если не считать Амы». «Их подготовка оказалась, на удивление, хорошая», согласно Кивнула Кушина, хотя и помыслить не могла, что Нагата приведет сюда недоучек. Ему нужно было задержаться в листе как можно дольше, и это был самый действенный способ. «Я не видела, чтобы Наруто готовился. Как думаешь, он потянет противников такого уровня?» Девушка перевела взгляд на мать, которая сейчас прикусила губу и углубилась в свои мысли. Женщина без остановки терла свою сережку, и все, кто хоть немного знал на Микадзе, понимали, что она волнуется, либо размышляет о чем-то. Дочка была уверена, что именно первая. Не считая Хьюго и Учиха, там есть парень, что является учеником брата Рэйкаги. Кишо появился неожиданно и присел рядом с подругой на свободное место, которое ему уступил молодой парень под пристальным взглядом Шарингана. Член Анбу внешне остался невозмутим, но внутри негодовал от наглости мальчишки. Он притулился к стене, не желая нарушать приказ следить за женой и дочерью Хокаги. «А почему ты не со своими?» удивилась Кагами. «Ой, да в нашем секторе одна скука тень. Сидят все с хмурыми мордами, пугают людей вокруг своей мрачной аурой. Одним словом, Учиха». «Это тот темнокожий с белыми волосами? Это он ученик брата Рэйкаги?» задала вопрос Кушина, который ее больше всего интересовал. Она знала, что вытворил в лесу смерти ее сын, поэтому была готова к тому, что другие генины захотят отомстить. Он самый, вроде бы как неплохой мечник со стихией молнии. Кишо еще раз осмотрел всех участников и задержал взгляд на родственники. Тот держался достойно, но постукивающая по земле стопа выдавала волнение. «О, Хакаги сама закончил речь. Наконец-то. Я уж думал, что он будет еще минут 10 говорить». «Кишо, кон, а ты точно Учиха?» Мила улыбнулась Кушина, внимательно на него, посмотрев своими изумрудными глазами. «У меня все об этом спрашивают», пожал плечами парень. «Но в доказательство могу показать Шаринган». «Мама, не обращай внимания, он всегда чересчур болтливый». Встала между ними Кагами, перед этим толкнув друга локтем. «Первый бой!» Трибуны дружно замолчали, наблюдая за двумя генинами, что остались на арене. Судья довольно хмыкнул, наслаждаясь тишиной толпы. Зубочистка в его зубах перескочила из одного угол карта в другой. «Шикамару Нара против Роккали!» Продолжение следует. Конец двадцатой главы. Продолжение следует...